Библейский портал экзегет.ру представляет В первой они были, в четвертой они будут еще и не только Итак, у нас с вами жизнь царского двора в Персидской империи Пятого века до нашей эры Царь Артаксеркс, такая широкая душа И в то же время очень порывистый и не особо рассуждающий правитель Такой типичный восточный деспот Красавица Исфирь, которая становится его женой Победив на конкурсе красоты Тогда у конкурса красоты был один зритель, он же один судья, царь И, соответственно, награда была стать царицей И воспитатель этой Исфири Мардыхай, который ее, в общем-то, уже и не видит Потому что ее взяли женскую половину царского дворца И не положено ей там с ним каким-то образом беседовать Тут говорится, что в конце второй главы Мардыхай через Исфирь передал известие о заговоре Наверное, все-таки иногда ее пускали увидеться с воспитателем своим А может быть, там, записку он ей передал или как-то через кого-то Ну, не знаю После этих событий Царь Артаксеркс увеличил Хамана, сына Хаммедата из рода Агага Вознес его и посадил превыше прочих правителей Все царевослужители в царских вратах преклоняли колени и падали низ перед Хаманом И вот так поверил о нем царь Только Мардыхай не преклонял колено, не падал низ Кстати, книга не описывает почему Чего он такой упрямый был Если прочитать параллельно книгу Даниила Она же у нас тоже о персидском дворе рассказывает То получается, что, может быть, Мардыхай не хотел воздавать ему те почести Которые воздаются только Богу Вряд ли он был просто такой упрямый Нет, не нравится мне этот Хаман Вот, не буду ему кланяться Да? Но напрямую это не сказано Но книга Исфири, как мы уже говорили О прошлых главах я это сообщал Она не вкладывает вот так много богословия в текст и вообще не упоминает Бога Мы видим только внешнюю конву событий Что не значит, будто мы должны считать их там атеистами этих людей Или что они там вообще крайне мало думали о Боге Судя по всему, много именно поэтому не кланялся Царевослужители в царских вратах спрашивали Мардыхай У него там позиция у ворот, он один из привратников Что же ты нарушаешь царский приказ? И за дня в день так они спрашивали его А он их не слушал И они донесли о том Хаману, чтобы посмотреть Сможет ли Мардыхай настоять на своем Они знали с его слов, что он иудей Вот она еще одна подсказка В чем причина, почему он не кланялся Иудеи не кланяются людям Они кланяются только Богу Хаман заметил, что Мардыхай не преклоняет пред ним колен И пришел в ярость Но покарать одного лишь Мардыхая Показалось ему слишком мелочным Ему сообщили, из какого Мардыхая народа И Хаман желал уничтожить народ Мардыхая Всех иудеев по всему царству Артаксеркса Вот смотрите Тоже причина гонений не указана напрямую Но с чего это он так взбеленился Ему один человек не угодил Он хочет убить всех представителей народа Которому этот человек принадлежит А видимо потому, что этот народ В принципе не склонен воздавать Земным правителям божественные почести И это большая проблема для этого самого Хамана Это неудобно, когда тебя не считают Богом Хочется же В первый месяц, это месяц Ниссан 12-го года правления Артаксеркса Бросали перед Хаманом пур Персидское слово пур, то есть жребий На каждый день каждого месяца Вплоть до 12-го месяца это месяц Адар Что значит бросали жребий Ну обычай гадания, когда выпадает Благоприятный и неблагоприятный день Вот там вторник 8-го октября Будет благоприятен, бросаем жребий Нет А среда 9-го, да Ну вот в среду 9-го октября Начинаем там войну, например Да или какое-то трудное дело Затем Хаман сказал царю Артаксерксу Есть один особенный народ Ну вот как раз выбрал себе день Есть один особенный народ Он рассеян по всем областям То его царство Не таковы его законы Как у прочих народов Да и царских законов Они не соблюдают Интересно, он ничего не говорит О вере этого народа в единого Бога Но она подразумевается явно С чего это он не такой Все народы немножко другие Нет двух абсолютно одинаковых народов Иначе бы они были одни У всех свои обычаи Да Но в чем проблема-то с этим Он не объясняет Царские законы они не соблюдают То есть он доносит царю Это в каком-то искаженном виде И не указывает на основную причину Не пристало царю оставлять их в покое Если угодно царю Ну это обычная присказка при совете Или просьбе Если угодно царю Пусть напишут повеление и перебить их А я тогда отвешу царским подручным 10 тысяч талантов серебра Для царской сокровищницы Странная идея Почему он за это хочет так щедро заплатить таланты Это 35 примерно килограмм Ну там были разные таланты Но больше 30 То есть 10 тысяч талантов Это 300 тонн серебра Это немыслимая сумма Ну во-первых это может быть хвастовство А во-вторых не думаю что он Собрался платить из собственных средств А когда перебьют иудеев Имущество-то конфискуют Мы еще на этом заработаем Говорит Хаман царю Царь снял с руки перстня с печатью И передал его Хаману сына Хамедата Из рода Агага гонителя иудеев И сказал царь Хаману Что до серебра оставь его себе А с народом этим поступай как сочтешь нужным Снял перстень То есть теперь на перстне царская печать Теперь Хаман может от имени царя Издавать любые указы Запечатывая их этим перстнем И все что напишет Хаман Будет воспринято как указ от царя Царь даже может об этом и не знать Ну и такой щедрый Мы уже видели как это Артак Серкс Там пыль в глаза пускает Всем наливает, накладывает угощения И праздники у него длятся по полгода То есть ну что ему там Какие-то 300 тонн серебра Да у него там 500 А может быть это все такое восточное бахвальство На самом деле никаких там нету 300 тонн Да и оба это понимают В 13 день первого месяца были призваны К Хаману царские песцы Из его слов они записали указ Ко всем царским сатрапам Сатрап это не обзывалка Это в перстнской империи должность Губернатор Может быть когда-нибудь слово губернатор Станет ругательством Как слово сатрап стало Так уж правили сатрапы Сатрапам и наместникам каждой из областей К начальникам каждого народа В каждую область принятыми в ней письменами Каждому народу на собственном языке Обращаем внимание Второй раз Что Персидская империя Очень старается Эффективно доносить свои указы До подчиненного населения То есть там целый штат переводчиков работает Интересно было посмотреть как И каждому народу Соответственно пишут Лидийцам по-лидейски А иудеям не пишут по-иудейски Потому что их перебьют Он был написан От имени царя Артаксеркса И запечатан царским перстнем Во все царские области Были разосланы с гонцами эти письма Погубить Перебить Уничтожить всех иудеев От юноши до старца И детей И женщин В один день 13 числа 12 месяца Это месяц Адар А имущество их разграбит Тот самый день Когда выпал жребий Списки с этого указа Пока сообразят Пока приготовятся Уже будут все все знать Вот нельзя это провести внезапно В последующем, конечно, будут всякие операции По истреблению народов По переселению народов Но тогда вот Не было еще достаточной Такой информационной сети Чтобы передать это Быстро, эффективно и одновременно всем По слову царя Аганцы Тотчас отправились в путь Был указ оглашен В укрепленном городе Суза Ну, понятно, что прямо сразу Тут не надо никуда ехать Царь и Хаман принялись тогда За пиршество Как всегда Больше царь вообще ничем не занимается А город Суза пришел в смятение То есть им еще ждать Представляете себе Выходит указ о том Что там через несколько месяцев Можно посмотреть Первый месяц Когда пишется указ Двенадцатый месяц Когда все должно исполниться Почти год должен пройти Ну вот Через почти год Всех вас перебьют Вот он указ Провозглашен На стенке повешен Живите Радуйтесь пока Что делать Что делать Собирать оружие Отбиваться Бежать Вариантов много В четвертой главе прочитаем Что решил делать Мардахи И как все это будет сделано дальше Субтитры сделал DimaTorzok